хорошо давайте в первую очередь расскажу да немножко про себя это чисто такие общие регалии чтобы у вас было понимание кто и вообще можно ли меня слушать можно ли мне доверять меня зовут адильбе кубаев я являюсь магистром финансах mba получил я в нью-йорке в сент-джонс университи то есть у меня из регалии там мы управляли инвестфондом университета как вы знаете в американских университетах каждый универ имеет собственный инвестфонд откуда они берут деньги чтобы покрыть какие-то гранты чтобы сделать я не за какую-то инновацию там в проект в какой-то вложиться и так далее я там консультировал компании файзер sugar foods по сделкам слияния поглощения по внедрению нового продукта я поработал в компании deloitte мы в отделе секьюритизации распределяли например там получается активы toyota financial то есть они на полтора миллиарда долларов раздали своих авто кредитов мы их полностью распределили по крупным инвесторам и то есть всю эту сделку структурировали вот такая вот ну сложная там финансовой инженерии у нас проходила вот так смотрите план у нас в принципе очень простой постараюсь максимально интересно это сделать во первых я хочу разобрать концепт опционов опять же все это на простом понятном языке потому что я люблю это делать чтобы люди вообще понимали да как самый главный отвечу на вопрос сколько можно заработать на этом какой первоначальный капитал требуется потому что я торговал и акциями я иногда торгую криптовалютой тоже очень прикольно вот но основной упор это опционы я расскажу в чем разница между акции опционами да я дам объяснение характеристику опционов потом расскажу кто выпускает опционы потому что крупные игроки в принципе зарабатывают очень хорошие деньги на самом деле выпуская эти опционы а сразу скажу я не буду вдаваться в технический анализ в анализ там экономом данных в анализ от инвестбанков какие они таргеты ставят там и так далее как работают крупные игроки это все уже другая в принципе информация дальше мы пройдем по вопросу ответу и как обычно аплодисменты стоя да за там за новые знания либо просто что вам понравилась эта информация вот если готовы ребят цифру 3 давайте накидаем цифру 3 в комментарии и мы начнем я надеюсь слышно да просто у меня ответа здесь нету ну ладно окей я параллельно просто у меня нету второго монитора чтобы отслеживать саму трансляцию поэтому ничего страшного смотрите ребят я вам дам сейчас определение академическая да что такое опционы чтобы у вас такое ну то есть мы прям по запчастям сейчас разберем как это все строится если говорить академическим языком опционы это контракт который дает право но не обязательство на покупку либо продажу базового актива по фиксированной цене и на определенном промежутке времени очень сложно звучит на первый взгляд думаешь что за фигня откуда там с какого договора юридического ты это взял но давайте разложим на самом деле вода обычным людям как бы непонятно те кто не сталкивался с опционом не знают как он работает и как вообще можно зарабатывать на этом на самом деле покупатель платит продавцу премию ну то есть какие-то деньги платят за то чтобы купить товар в будущем по фиксированной цене в течение определенного промежутка времени вот как думаете что какой процесс какой договор это напоминает как мы в принципе сталкиваемся практически в повседневной жизни постоянно с этим концептом опционов когда мы что-то какую-то маленькую сумму даем для того чтобы дальше выкупить основной актив какой-нибудь я не за там недвижку автомобиль там и так далее и договоримся что мы ее заберем недели если вы догадались наверно там в комментариях написали это задаток задаток то есть задаток работает в принципе да по на основании самого опциона грубо говоря если мы хотим например купить дом какой-то он стоит 100000 долларов мы обычно не носим такую сумму в кармане для того чтобы его купить мы обычно оставляем задаток говорим предположим я вернусь через неделю и заберу это дом за 100000 долларов задаток у нас будет пусть 500 долларов выходит предположим в течение этой недели какая-то позитивная новость которая говорит о том что возле этого будет дома строится школа больница трц построится и вообще этот район будет вообще центром города это цена дома сразу подскакивает ну естественно за рыночная цена но у вас есть этот задаток что вы вы можете сделать с этим задатком первый вариант конечно вы можете выкупить этот дом и продать его с прибылью за в 20 тысяч долларов либо 20 процентов вы заработали со своих вложенных денег но вот есть второй вариант о котором мало кто знает но очень распространенная идея по даже можно запустить бизнес на самом деле в штатах когда я учился я прям изучал это холл сейлинг называется когда люди перепродают свой задаток то есть если у меня нету 100 тысяч долларов предположим либо мне отказали в ипотеке я могу пойти к другу сказать у меня есть вариант купить этот дом за 100 тысяч долларов его рыночная цена сейчас 120 и могу продать предположим за 2000 долларов то есть я создаю win-win ситуацию когда все стороны заинтересованы выигрываются этого то есть мой друг заплатил мне 200 2000 долларов продал его за 120 в общем там 18 тысяч долларов поимел я вложился сначала 500 долларов потом забрал 2000 то есть 300 процентов прибыли я забираю с таких небольших вложений если inside ребята если inside цифру 7 напишите пожалуйста цифра 7 такая очень кайфовая вот поэтому напишите если есть inside цифру 7 прям в комментарии просто можете накидать картелью сказать огромное спасибо что пригласили вот и я продолжу дальше не не жалейте комментарии мне нужно именно ваша обратная связь чтоб я понимал что вам эта информация заходит что вам интересно слушать хорошо теперь вернемся к определению самого опциона вот это опять же контракт тот же самый задаток на неделю дающий право но не обязательства на покупку или продажу базового актива базовый актив это как раз таки дом по фиксированной цене то есть мы цену зафиксировали в 100 тысяч долларов и на определенном промежутке времени это как раз таки если вы не вернетесь через неделю то ваш задаток просто сгорает но в опционе например когда мы торгуем опционами у нас есть возможность выйти с этого опциона в любую секунду в любую минуту мы можем зайти выйти точно также торговать как и акциями как и валютой как и криптовалюты вообще разницы нету опцион точно такой же инструмент вот но единственно как вы уже понимаете у него есть определенный период срок годности так называемых в течение которого мы можем спекулировать и зарабатывать на этом деньги пример только что мы рассмотрели это call опцион то есть он дает право но не обязательства на покупку любой пример тот же самый предположим вы хотите купить там автомобиль вы точно также оставляйте задаток договариваетесь и через неделю предположим вы купаете этот автомобиль этот принцип опционов используется практически везде второй вариант call опцион то есть мы зарабатываем когда цена актива растет второй вариант предположим вы купили этот дом до для себя и каждый из вас скорее всего те кто владеет уже недвижимостью знают что они могут купить страховку ну даже те кто владеет автомобилем многие из вас ездить на автомобиле и скорее всего покупают страховку чтобы если что-то случится с машиной чтобы полностью страховая компания покрыла ваш убыток и здесь тоже самое мы на недвижку покупаем за 500 долларов страховку если не дай бог какая-то ситуация случится там разрушится дом я не знаю там наводнение будет и так далее компания страховая компания будет обязана выплатить вам полную стоимость этот вариант называется put option то есть это право но не обязательство на продажу мы зарабатываем свои деньги когда цена актива падает если у вас понимание если нет понимания ребята у нас будет отдельный в конце эфира получается у нас будет отдельный вопрос ответ прям можете накидывать свои вопросы я на них обязательно отвечу мне прямо интересно ваша обратная связь потому что для меня это тоже выявление каких-то непонятных моментов да то есть мы с вами вот так вот будем работать смотрите теперь как это работает предположим на фондовом рынке сразу предупреждаю ребят те кто торгуют на криптовалюте не торгуйте опционами на рынке крипты потому что там есть различие в том что когда ты торгуешь на американском фондовом рынке ты торгуешь американским видом опциона ты можешь его покупать продавать в любой момент на крик в рынке криптовалюты там только европейский вид опционов ты можешь его купить продать только ко дню экспирации то есть ко дню завершения опциона поэтому там немножко сложно можно торговать фьючерсами на крипте это немножко проще конечно но вот если смотреть пример как я анализирую компании вот например тот же самый amazon предположим в этот день я смотрел на пробитие предыдущего уровня там поддержки ну я надеюсь там предыдущие спикеры объяснили до больше по технической части вот я углубляться сейчас туда не буду но предположим да учитывая там все факторы что у нас скорее всего там какие-то экономические данные вышли у нас уровне определенные ключевые да идет на пробитие мы понимаем что и объемы подтверждают наше пробитие и в первом варианте мы можем купить put опцион когда ожиданием падения падения акций то есть вместо того чтобы брать short позицию включать кредитное плечо в на своем брокерском счету мы можем только наличными деньгами зарабатывать с падения акций это еще один вам и сайт ребят почему я люблю опционы об этом я сейчас подробнее расскажу следующий день предположим там опять какие-то новости вышли я вижу пробитие при маркет уровня захожу в сделку и здесь я покупаю уже call опцион когда я ожидаю рост сама самого базового актива то есть в этом варианте базовый актив это является акцией публичной кампании надеюсь не запутал ребят кто вот здесь выберите 1 и 2 кто любит шортит кто любит брать в лонг то есть кто бы выбрал put опцион кто-то выбрал call опцион у меня потому что раньше канал назывался быкс уолл-стрит и потому что мне легче работать в лонге то есть я в лонг люблю брать call опционы поэтому ребят напишите мне мне интересно кто из вас быки а кто из вас медведи давайте посмотрим так смотрите базовый актив а вместе комментарии до базовый актив и опционы в чем же разница базовый актив дает право на владение быть собственником на примере дома вы покупаете дом и становитесь его владельцем но задаток этого права не дает точно также и в опционах опцион дает лишь право на покупку или продажу базового актива но если вы не исполнили опцион вы не являетесь владельцем базового актива вот так вот акции почему вот например стандартно можно покупать только в лонг только на повышение то есть вы покупаете дешевле продаете дороже а для того чтобы открывать короткие позиции той short позиции необходимо открывать маржинальный счет то есть это кредитное плечо от брокера да и минимум нужно иметь 25 тысяч долларов для комфорта то есть это для внутри дневной торговли ну и вообще все рекомендуют там иметь 25 тысяч долларов иначе будут ограничения для торговли опционы же стандартно можно покупать call и put опционы то есть без разницы и на повышение и на понижение и нам не нужно включать кредитное плечо можно начинать например с 1000 долларов просто попробовать но я рекомендую хотя бы с двух-трех тысяч для того чтобы комфортно торговать потому что опционы стоит там 200 300 долларов вот теперь смотрите давайте более углубимся на реальном примере посмотрим и посчитаем как в чем в чем же разница если я например покупаю акции и если покупаю опционы я вижу кстати вот передали телефон вижу ваши комментарии ребят вы красавчики вы красавчики за это можете просто себе поставить огонечек мне нравится ваша обратная реакция я смотрю ваши комментарии спасибо большое ребят я очень рад что вам информация залетает спасибо за вашу внимательность из то что вы смотрите этот эфир так предположим вот netflix я расписывал да то что у нас там идет в 400 по нью-йорку будет оглашать решение фомс в целом по денежно-кредитной политики так далее ира я расписал там план свой netflix от сколько 339 на понижение цель была 334 стоп лосс 343 страйк я выбирал то есть это сам опцион я уже выбирают от 335 345 но как видите у нас было проскальзывание то есть ложный пробой уровня был у нас и он до 342 дошел но как только я увидел что он начинать слабеть плюс у нас объемы очень хорошие пошли и следующая свечка у нас пошла уже красная я в этот момент на уровне 341 захожу в сделку и на уровне там 300 336 выхожу из сделки в результате я заработал 315 долларов либо 15 процентов к своему к своей сделке то есть я заходил определенной суммой как раз таки мы ее должны посчитать и вот вам задание ребят те кто внимательно слушает вот и 315 долларов прибыли заработал с этой сделки либо 15 процентов по опциону сколько нужно было купить акции и исполнить сделку в short чтобы заработать это эти 315 долларов и netflix снизился с 341 до 300 36 он дал 5 долларов движения сколько мне нужно было купить акции давайте посмотрим на вашу математику сколько у нас тут сидят трейдеров которые прям знают как быстро это все посчитать посмотрю сейчас комментарии мы продолжим я конечно расскажу вам ответ расскажу разницу вот здесь как раз таки у вас вот этот вот эффект ага появится когда вы поймете что разница между акциями и опционами совершенно ну такая приличная давайте посмотрим да я вот вижу уже кто-то пишет ответы супер супер на 2000 пишет хорошо хорошо чуть-чуть чуть-чуть еще нужно было вот кто-то написал правильно ответ отлично супер мы 315 делим на 5 долларов движения это получается 63 акции нам нужно было купить а если это пересчитать в долларах то это получается мы должны были открыть сделку на 3 она 21 тысячу 483 доллара ребят скажите у кого сейчас есть 21000 чтобы зайти в одну сделку у кого есть 21000 долларов на брокерском счету то есть у вас как минимум по всему риск-менеджменту как прописывается в книжках у вас должно быть как минимум там 200 400 тысяч долларов для того чтобы вы зашли в одну такую сделку вот честно скажите у кого такие деньги есть напишите цифру 5 у кого есть такие деньги ребят и потом после эфира напишите мне вот теперь смотрите для того чтобы посчитать сколько я заходил в сделку по компании netflix и именно исполнял сделку опционами я заходил 2100 долларов представляете в 10 раз меньше капитала мне потребовалось чтобы зайти и заработать те же 315 долларов вот в этом большая разница почему я люблю работать опционами потому что там порог входа очень маленький тебе не нужно кредитное плечо ты чисто работаешь на те деньги которые у тебя есть вот поэтому но даже если у вас сейчас нету 2000 долларов чтобы зайти в такую сделку я недавно открывал позицию по microsoft ну правда я брал ее на отчет признаюсь да на отчет брать очень опасно но я за microsoft очень пристально слежу поэтому решился да здесь я уже заработал сто пятьдесят шесть процентов плюса к своей сделке то есть я заходил двести тридцать четыре доллара я рискнул если бы я ошибся я готов был потерять эти все двести тридцать четыре доллара вот в этом большая разница ребят не бросайте сразу там переходить на опционы изучите сначала вопрос там есть тоже конечно очень большой риск такие проценты зарабатывает там сто пятьдесят шесть процентов там и так далее тоже есть свой риск если вы не знаете как это работает лучше обратитесь там как минимум ко мне там я расскажу все подводные камни у меня есть бесплатные материалы я все это помогу расскажу вообще без проблем вот вот так вот выглядит получается цепочка опционов то есть это та же самая excel таблица у вас в брокерском счету то есть а у то есть на брокерской платформе извиняюсь у нас она кол опционы всегда слева находится put опционы всегда справа то есть если мы выбираем какую-нибудь там мета предположим до хотим взять на повышение то мы смотрим только с левой стороны если мы решаем что мы хотим купить мету на понижение то есть открыть до put опцион чтобы заработать на понижение то мы смотрим с правой стороны посередине у нас как раз таки идут страйки где мы выбираем цену заранее оговоренную то есть в контракте прописанную и дальше выбираем какой какой опцион мы покупаем предположим 170 и он будет стоить там вот бит и ask 465 475 то есть вы заплатите в общем 4465 либо 475 долларов это цена умножается всегда на 100 потому что по умолчанию в каждом контракте идет 100 акций компании я надеюсь не запутал это такая уже немножко более сложная информация но для общего понимания чтобы у вас было тоже вот отлично вижу что вижу что пишите комментарии супер спасибо большое ребят мне очень нравится теперь смотрите мы на самом деле акта опционы так как это производный инструмент так называемый дериватив мы не анализируем сами опционы как таковые нам важно понимать куда двигается базовый актив то есть я анализирую сначала предположим компанию microsoft либо apple график именно самой компании самих акций от этого я составляю план и только потом я исполняю сделку на опционах то есть акции менее рискованные да но они требуют большего капитала опционы более рискованный но требует меньшего капитала опционы имеют даты экспирации то есть опять же до срок годности и нужно уметь вовремя выходить из позиции чтобы зафиксироваться грубо говоря акции можно держать всю жизнь до становиться долгосрочным инвестором там и так далее и ждать пока хотя бы она там вернется если вы как бы неправильно зашли в бумагу и оставили ее висеть в минусе то придется ждать пока она там вернется обратно да если вы не готовы там резать убыток но в опционах такого не получится потому что у него есть срок годности если вы ошиблись то опционы быстро вас научат соблюдать риск менеджмент я первые на года два потратил на то чтобы просто научиться резать убыточные сделки сейчас и это делаю без проблем то есть у меня идет какой-то минус все я вы закрываю я понимаю что скорее всего там бумага даже если развернется у меня есть возможность перезайти в сделку то есть я не могу пересидеть сделку лучше закрыться позиционный swing trading обязательно нужно понимать характеристику греков то есть еще еще такое понятие как греки опционов то есть это и есть характеристика опционов когда мы измеряем как изменяется цена со временем как изменяется цена когда у нас меняется цена базового актива и так далее то есть это очень такая уже глубокая глубокие знания именно по самим опционам трейдинг внутри дня не обязательно знать греки но это такое общее да но нужно выбирать страйки дату экспирации для оптимального результата то есть это тоже нужно уметь делать можно брать недельную дату экспирации но там четверг и пятницу мы берем экспирацию на следующую неделю то есть у нас есть экспирации каждую неделю каждую пятницу вот надеюсь я вас не запутал если есть вопросы или вы считаете что информация слишком сложная ребят прямо напишите в комментарии скажите давайте полегче что не дробь давайте другой пример какой-то разберем не стесняйтесь пожалуйста мне нужна ваша обратная связь давайте теперь поговорим по выпуску опционов не устали не устали ребят цифру 8 не киньте пожалуйста чтоб я видел что вы не устали и мы продолжаем дальше мы уже погружаемся в ту сторону кто же выпускает опционы кто зарабатывает на том чтобы продавать эти опционы то есть если мы первый пример рассмотрели что мы покупаем и продаем опционы то здесь ребята зарабатывают на тут на том что они выпускают просто опцион они зарабатывают на очень фиксированную сумму но готовы рисковать намного больше чем те люди которые спекулируют 8 вижу восьмерка отлично ребят супер супер отлично ай красавчики вы мне нравитесь вы мне нравится ребят спасибо большое очень ценю это очень ценю смотрите продавец опционов открывает позиции по опционам за премию то есть грубо говоря то что я только что показывал например эти 2100 долларов которые я заплатил за то чтобы зайти в сделку я заплатил крупному игроку который выпустил этот опцион там немножко логика другая идет продавец опционов может выпускать покрытые либо не покрытые позиции грубо говоря если у него есть деньги на то чтобы выкупить потом мои акции в случае если я решу исполнить опцион он должен иметь вот это вот как раз таки покрытые то есть ну покрыть свой опцион покупатель вот я например я плачу премию то есть вот эти 200 300 долларов за опцион продавец получает это его прибыль но он берет обязательства по опциону то же самое как и с домом когда вы даете задаток то продавец у него есть обязательства он не может выйти с этого соглашения только если я не передумаю то есть у меня есть право точно так же и здесь покрытые опционы это когда у продавца есть акции до под которые он выпускает опционы в случае исполнения опциона можно поставить имеющиеся акции они покрыты это когда у вас просто кэш сидит на брокерском счету вот это называется не покрытые опционы и вы можете как бы спекулировать там и так далее покупатель когда покупает предположим call опцион он рассчитывает на то что акция поднимется в цене то есть как мы уже проговаривали да когда мы рассчитываем на рост мы покупаем call опцион но продавец рассчитывать на то что call опцион ну то есть цена базового актива упадет вниз и мы никогда не исполним call опцион понимаете здесь немножко логика другая то есть он продает call опцион в надежде на то что бумага упадет и продает put-опцион в надежде на то, что бумага вырастет, и никто никогда не исполнит сделку. Вопрос, скорее всего, заключается в том, что для чего они вообще это делают. Почему? Им же невыгодно на самом деле получать 200 долларов и рисковать тем, что я приду и скажу, теперь ставь мне акции на сумму 221 тысячу долларов. Сейчас объясню почему. Вот примерно с компанией Meta, например, там вот 175-й call-опцион. Цена, рыночная цена акций компании 169 долларов. Опцион стоит 256. То есть я как покупатель плачу 256 долларов, а продавец обязуется выкупить акции компании по 175 долларов. То есть я рассчитываю на рост, а он рассчитывает на падение компании Meta. И вот почему люди, точнее крупные игроки выпускают эти опционы. Потому что 60% всех опционов сгорают без исполнения. Это просто на одну компанию, там миллиарды долларов, ну то есть этого рынка опционов. Миллиарды долларов каждую неделю кому-то просто в карман идут, ребята, представьте. И некоторые трейдеры, когда они доходят до, предположим, портфелей, там в несколько миллионов долларов, они предпочитают в дополнении к приросту их портфеля, они еще и выпускают опционы для того, чтобы получать дополнительную прибыль. Потому что 60% опционов сгорают без исполнения. Поэтому это считать 60% всех денег просто в карман кому-то уходит. Вот только поэтому люди занимаются опционами, крупные игроки. Вот как раз-таки я в Нью-Йорке обучался у человека, который владел хедж-фондом в 100 миллионов долларов именно по опционам. Я там целый год у него обучался, заплатил за это там 10 тысяч долларов, чтобы у меня все вот это объяснил. Мы даже вручную считали цену опциона, представляете, когда сейчас эта брокерская платформа делает. Вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать, ребята. А, кстати, я обещал показать сегодняшнюю сделку. Вот сейчас зайду в дискорд-канал. Я ее сегодня вот на открытии рынка закрыл. И хочу просто немножко похвастаться. Вчера сделку открывал по компании Tesla. У нее сегодня очень хорошие движения были. Так, вот сейчас откроется. Вот смотрите, получается, сегодня я открывал сделку по компании Tesla. Она взлетела вчера с уровня 200. Я на уровне 200 ее покупал. И 170% я заработал, либо 2800 долларов на компании Tesla я заработал. Помимо меня там ребята тоже вон заработали. Арман заработал 3646, а либо там 280 долларов заработал и так далее. То есть мы каждый день с ребятами. Убыточные сделки тоже бывают, кстати, да. Без этого никак. Здесь я в открытую делюсь. Здесь ничего страшного в этом нет. Бывают дни, когда я даже 5 долларов просто прибыли закрываю. Либо там небольшой минус закрываю. Такое тоже бывает. Без этого никак, опять же, да, повторюсь. Но это рынок. Когда мы видим четкие сетапы, которые работают на нас, мы готовы рисковать, мы готовы смотреть, как это все работает, но с очень жестким риск-менеджментом. Потому что без риск-менеджмента в опционах делать нечего. Вы просто потеряете все свои депозиты. И нужно обучаться. Нужно обучаться. Мы к этому долго шли.